Добрый день, уважаемые подписчики! Сегодня автомобиль Chevrolet Niva 2005 года выпуска. Пробег на автомобиле в 137 тысяч километров. На заднем левом колесе, похоже, сорвало колодку. При торможении идет скрежет, при трогании назад идет заклинивание колеса, потом с последующим срывом. Поэтому решили сразу поднять и с обоих сторон заменить тормозные колодки, тормозные барабаны и цилиндрики тормозные. После этого прокачаем тормоза, но тормоза прокачаю вакуумом. Поднимаю автомобиль, снимаю оба задних колеса. Вот так себя ведет колесо. Это вперед. Ну, вперед оно крутится с подкусом, но крутится. Кручу назад. Все, заклинило. Вперед пошло. Опять крутится назад. Все, заклинило. Ладно, снимаю колесо и смотрим, что там. Головка на 12. Теперь попробую вкрутить два болта. Все, заклинило. Зимой колеса. Все. И ничего из этого не вышло. Вся резьба осталась на болтах. Молоток в помощь. Все закисло. Вот здесь вот вокруг от диска, от колесного что ли, грязь, соль этот дорожный образовался. Такой налет вот этот белый. Еле его отковырял. И шов вот этот полностью закис. Я даже не стал его пока заливать ВД-шкой, потому что ВД-шка туда просто не проникнет. И решил вычистить его предварительно, а потом уже добавить ВД-шки. Тормозной барабан все равно я молотком уханькаю и заменю его на новый. Вот такая вот штука. А все из-за того, что при сборке его не помазали. Маленько жду. Маленько жду. Маленько жду. Маленько жду. Наленько жду. вот только таким способом смог его раскачать вот они обе накладки отвалились не одну а две сорвала а следовательно и колодкой подрала барабан тормозной если видно барабан подраны и стянула оба пыльника с обоих сторон с цилиндрика тормозного так что все что прикинул так оно и есть ладно снимаю колодки снимаю вот эти пружинки прижимные нажимаем поворачиваем и и и и и и Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Крючком прицеплено Снял с рычага Ну и теперь Вот так же берем новые колодки Одеваем и оденем Потом на рычаг Собрать можно будет прямо на полу Колодки вот видно драли по барабану Одна и вторая Сзади откручиваю Цилиндрик Здесь два болта Головка на 10 Один И второй Также ослабляю Штуцер Тоже ключик на 10 Попробую сейчас Широким Не получится Возьму разрезной Нет Получилось все нормально Ну а теперь Можно эти два болта Крепежных Открутить И открутить Штуцер Красно цы О veins Штрих aven О О О Спар seriously КОНЕЦ Пошла тормозуха Снизу я подложил картонку, чтобы на пол не капало Берем новый цилиндрик Цилиндрик я Лада производства ВИС возьму Штуцером вверх ставлю и наживляю сразу Также эти оба болта, крепления цилиндрика, я их тоже смажу Ну а теперь затягиваем Все, цилиндрик я затянул, немножко собью здесь грязь вот эту КОНЕЦ 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 Собрал колодки новые, переставил этот рычаг Теперь одеваем трос ручного тормоза и заводим колодки на место КОНЕЦ 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 Субтитры сделал DimaTorzok А теперь надеваем нижнюю пружину Насколько у нас разведен трос ручного тормоза Сейчас мы закрепим колодку И ослабим трос Придерживаю палец сзади Одеваю наш тихт и поворачиваю И так же со второй стороны Ослабляю трос ручного тормоза Вот он у нас насколько натянут Сзади за четырехгранник Где обжато Подержу пассатижами Здесь почему-то нет контрагайки Обычно всегда контрагайка есть И вот ослабляем Отпускаем чтобы у нас колодки Прижались к цилиндрику Ну еще немножко надо Вот у нас практически прижалось Все ослабил Ну цилиндрик у нас полностью сжатый Поэтому тормозной барабан У нас должен одеться легко Берем новый тормозной барабан Перед этим посадочная Я немножко Собью грязь И смажу Помажу медной смазкой После меня если уже кто-то будет разбирать Это будет гораздо легче сделать человеку Новый барабан тоже возьмем Фирмы Триали Номер его идет ТФ 078 И устанавливаем Ну все Крутится немножко туговато Ручник ослабил полностью Сейчас Поставлю колесо И так же поставлю Заменю со второй стороны Сяду прокачусь Несколько раз нажимаю на тормоз Подергаю ручником А потом уже подниму И отрегулирую ручник Потому что В данный момент Она туговато Меняю вторую сторону Со второй стороны Уже не стал Отбил сразу же Тормозной барабан Потому что Все равно мы его меняем И картина Чуть получше Но точно такая же Лежит кусок Накладки И эта накладка Практически оторвана Отошла Больше чем наполовину Снимаю Меняю точно так же Но так же здесь Макрил Сам цилиндрик Все одел Также устанавливаю Тормозной барабан И идем проверяем Прокачиваем тормоза Потому что Жидкость спускали Долью сразу Тормозной жидкости Тормозную жидкость Росдот Использую Налил полный уровень Ну а теперь Иду вниз К задним колесам Прокачиваю Оба цилиндрика Так как Тормозной жидкости Вышло Совсем чуть-чуть Поэтому Передние тормоза Можно и не прокачивать Только уберем Воздух Из задних Цилиндриков Есть у меня Вот такой вакууматор С помощью его Я сейчас И уберу Воздух Тормозная жидкость Тормозная жидкость Тормозная жидкость Вот наконечники У него разные Ну возьму Вот такой Использую Создается вакуум Снимаю Резинку Заглушку Ключик на 8 Ослабляю Штуцер И вот создаю Вакуум Жидкость Видно Пошла Сейчас воздух Из цилиндрика Уберем Вакуум Создаю Вакуум И он Откачивает Жидкость Из тормозной Системы Очень удобно Таким способом Одному Прокачивать Ну все Воздух я убрал Теперь беру Затягиваю Штуцер Одевая На место Резиновый Колпачок И так же С другой стороны Продолжение следует... вот пошла тормозная жидкость тормозная жидкость грязная прокачивать всю систему протягивать всю жидкость и менять ее сейчас проверю тормоза проверю как они работают и тогда после этого уже поменяю всю тормозную жидкость одеваем также колпачок на место все на этом замену тормозных колодок и барабанов на задних колесах я закончил всего вам доброго